В натуре Александра I, мученика аркопа, проявлялся дух богаискательства. Прямо с детства, с детского возраста. К нему по обыкновению приставили одного священника, который должен был быть его наставником духовным. Ну, священник научил его некоторым обрядам, основным молитвам, заученным утренним, вечерним, дневным и так далее. В основном он приобщил его к внешнему, к ритуальному благочестию. В последствии Александр говорил своим друзьям, что я этим не удовлетворялся. Меня это не удовлетворяло. Мне хотелось обращаться к Богу своими словами. И я часто это делал. Даже ночью вставал с кровати, становился на колени и изливал перед Богом мое сердце. То, что лежало на моем сердце, я говорил с Богом, как со своим другом. Но со временем, опять же по его словам, вот эти движения благодати во мне прекращались под влиянием окружающего общества. Я утрачивал вот такое состояние порыва, молитвы, предстояния перед Богом. Ну и потом надо учитывать, что атмосфера, в которой рос Александр Первый, была очень такая жестокая. Постоянные политические интриги, заговоры. Вы помните, наверное, что отца его Павла задушили, умертвили. Там была борьба за трон. И в какой-то мере сам Александр был причастен к этому заговору. Он оказался одним из участников этого заговора. Ну, не своими руками. Против Павла Первого была очень сильная оппозиция, и в верхних, и в нижних кругах проявлялось очень много недовольства. Но это был тоже такой человек. Его считали душу больным, считали? Да, очень много всяких у него было таких поступков. Вел он эту муштру постоянную. Парады там, выставки, выступления никому не нужные. Много таких выходов было. И Россию тоже он вел в такой замкнутости, жестокости, тирании и так далее. В том числе сын тоже не одобрял такой политики-то. И когда начались там всякие помыслы, рассуждения, как вот остановить такую политику и так далее, то, да, сын был к этому в какой-то мере причастен. И когда он встречался с сановниками, которые замышляли заговором, он им постоянно говорил, только, пожалуйста, сделайте это без кровопролития, без там умерщвления и так далее. Воздействовать на отца таким образом, чтобы он изменил свою политику, но в то же время ничего не предпринимает такого насильственного. Да, они это в председание обратили и просто решились на убийство. И вот этот фактор он постоянно давил на совесть Александра Первого. Он чувствовал свою вину. Он жаждал покаяния перед Богом. И вот многие беды, которые обрушились потом на Россию, он даже считал, что это как наказание Божие ему и России за то, чтобы он совершил такой грех цареубийства. А что этот фактор тоже нельзя отрицать. Ну вот наступил такой момент в духовной биографии Александра Первого, когда он пережил личную встречу с Библией, со Священным Писанием. Это произошло в 1812 году. В 1812 год. Какое было событие в это время? Война. Война с Наполеоном. Наполеон взял Москву. В Петербурге в это время поднялась паника, особенно среди людей богатых, среди аристократов. Все стали думать, коль Наполеон захватил Москву, вот после Москвы он теперь двинет свои войска по прямой дороге на Петербург. Может быть и столицы наши захвачены войсками Наполеона. Что нам делать? Что нам делать с нашим имуществом, с нашим добром? Надо, наверное, готовиться к эруквации, все самое дорогое собирать, куда-то отправлять. Вот такая паника поднялась среди аристократов. Но один князь оказался вне вот таких выражений, беспокойств. Это был князь Александр Голицын, близкий друг царя. Он вместо того, чтобы готовиться к эруквации, занялся капитальным ремонтом дома. Не обращал внимания на всеобщее беспокойство. И все сразу обратили внимание на такое неадекватное поведение князь Голицыну. Почему это он попадает из общего русского, из общего настроения. И сразу донесли царю. Вот, мол, друг-то ваш. Почему он так себя ведет? Не боится, не беспокоится. Ремонтом начал заниматься. Может быть, он французский шпион? Ждет, ждет. Ждет. Надо бы его проверить на его надежность. Ну и когда царю стали такой молнию доносить, он решил сам с ним побеседовать. Вообще, у Александра I была такая манера демократического поведения и с подчиненными, и с ближними. Он никогда не брал с собой большую свиту, не делал каких-то пышных официальных визитов, а просто садился и ехал по ноту непосредственно. Вот таким же образом он приехал к Голицыну. И сразу задал вопрос – князь, недобрые слухи о тебе ходят. Вот почему ты в таком спокойствии пребываешь? Все волнуются, все беспокоятся, а ты полностью спокоен. На чем твой покой-то основа? А Голицын взял со стола Большую Библию, протянул ее царю и сказал – вот на этой книге мое спокойствие. И на этой книге мое упование. А в это время Библия нечаянным образом выскользнула из рук князя и упала на пол в таком вот распластном виде. Царь поднял ее, посмотрел Псалом 90-е. Он прочитал его так медленно от начала до конца, задумался. Голицын посоветовал ему начать читать Священное Писание. Царь сказал, что я не имею никакого понятия о Библии. У меня вот в детстве был священник, он меня научил там кое-чему, а с Библией я совсем не знаком. Но я попробую ее читать. В скором времени царю нужно было отправиться к войскам. Приехал он в расположение войск. В это время как раз привал объявили. Солдатам расселись кто где, на травке, погода была хорошая. Царь заметил одного солдата, который сидел на пригорке и читал какую-то книгу. Он подошел к нему сзади, посмотрел вот так через плечо Библия, Псалом 90-е. Что такое? Тебя что, князь Голицын научил? Никак нет, Ваше Величество. Не знаю такого, не слыхал о таком. Через некоторое время царь попадает в Александр-Гневское лагово на богослужение торжественное. Слышит сам воно, читает опять Псалом 90-е. Живущий под кровью Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Тут уж Александр крепко задумался. Наверное, Бог меня как-то направляет, Бог мне лично хочет что-то сказать. Да, одно и то же это слово я из Библии таким необычным образом слышу. И он отжил заняться чтением Священного Писания. Пришел в свой покой царский и стал смотреть библиотеку царскую. Не нашел там Библии. Тогда позвал жену Елизавету. Спросил у нее, нет ли в твоей библиотеке. Она сказала, есть у меня на французском языке Библия. А вот дайте тебе. Что он начал читать Библию на французском языке. Стал вчитываться глава за главой. Даже установил себе такое правило, что утром одна глава из Нового Завета, вечером одна глава из Ветхого Завета. Стал предлагать своим друзьям и знакомым, давай с тобой вместе читать одни и те же главы, а потом будем обмениваться мнениями, впечатлениями. После уже царь с Библией не расставался, куда бы он не ехал. В других ли странах он оказывался или еще где-то. что вот эта встреча с Библией очень резко повлияла на царя. Он стал менять свое мировоззрение, стал менять образ жизни. И это проявилось непосредственно в бурной тогдашней истории, когда началось наступление русских войск, когда русские войска в Париже оказались. Там договор мирный подписывали. И когда французы стали отступать, в это время была зима, Смоленская дорога, Смоленщина, леса. Царь ехал на санях, вдруг заметил группу французских солдат, что они были все замотаны шарфами, обмороженные, голодные. Он подъехал к ним, посадил их в свои сани, французских солдат. Привез в ближайший постоялый двор, дал денег и сказал хозяину постоялого двора, отогрейте их, накормите их, отпустите. Вот такие жесты старого царя были довольно-таки часто, часто проявлялись. И когда русские войска уже подошли к Парижу, там был военный совет с союзниками, как действовать, какую дань надо наложить на Францию, чтобы они нам оплатились. Русский царь самую меньшую сумму назвал. Другие там, Германия, Пруссия, запросили большую контрибуцию. Русский царь минимальная. И когда войска входили в Париж, то царь отдал приказ по армии, муродерства, чтобы не было. Ни одного пирожка, чтобы наш солдат не взял на улицах или где-то там в лавках. И вот к чести русской армии надо отметить, что на самом деле вот этот приказ выдержали. Солдаты вели себя прилично, корректно, никакого воровства, там, грабежа, мародерства не было. По инициативе русского царя прямо на одной из площадей Парижа было устроено торжественное богослужение. Вот в честь победы, в честь окончания войны. На площади там выстроены были все войска, генералы стояли, адмиралы. Стояли на коленях, значит, весь высший командный состав склонился на колени перед Богом в молитве. И вскоре после этого царю получил из Петербурга письма, телеграммы, как устроить встречу царя, встречу войск после победы. Там были такие предложения, заложить памятник Александру Первому, царю-поведителю. Значит, он послал ответ, не надо этого делать, не надо устраивать мне памятник, потому что это заслуга не моя, а это помощь Божия, я так понимаю. Это Божие содействие, что такой исход войны сложился. Тогда же царь выступил с такой инициативой, тоже с христианской, можно сказать, с библейской. Он предложил союзникам Австрии и Пруссии, королю русскому, австрийскому, заключить так называемый священный союз или священный договор. Он сам и при участии его помощников составил текст этого договора. Главная мысль священного союза была такая. Отныне будем строить наши взаимоотношения, основываясь на учении Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Когда царь с такой инициативой выступил, то многие дипломаты так посмеивались за его спиной, мол, что это чудит русский царь. Никогда такого в истории дипломатии не было, чтобы выстраивать политику взаимоотношения на юландских принципах. Наоборот, там коварство, кто кого обманет, кто больше схитрит и так далее. Вот главное это в политике. А он предлагает нам благородные принципы евангельские, библейские. Так вот и подшучивали, и иронизировали. Но все-таки этот договор был подписан. И интересно то, что после заключения данного договора в Европе на протяжении 100 лет не было крупных войн. Ну, были там революции, восстания, вспышки небольшие. А масштабных войн не было. С 1815 до 1914, когда Первая мировая война началась. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com После возвращения на родину, царь через некоторое время вдруг изъявил желание посетить остров Валаам. Валаамский монастырь. Когда на Валааме об этом узнали, то очень сильно заволновались. Как мы будем встречать царя, победителя Наполеона, такого известного, славного. Царь послал туда телеграмму. Никакой особой царской встречи мне не устраивайте. Я приеду, как простой паломник. Возьму с собой только одного коммердинера. И больше никого. И вот еще ночью, перед рассветом, на лодочке, Александр Первый с коммердинером, с перевозчиком на остров Валаам передвигался. Когда высадились на берег, там его встретили монахи и сразу хотели отвезти в трапезную. Он сказал, что нет, я вначале должен молиться, я в храм должен пройти. Прошел в центральный храм, встал на колени и попросил священника, чтобы он в это время читал Евангелие. И священник открыл 11 главу Евангелия от Матфея и читал вот этот отрывок, где есть слова Христа. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите игорь мое на себя». По-моему, есть даже картина какого-то художника, где Александр Первый стоит на коленях, в раме. Тут же священник. Когда мы там после стали ему показывать монастырь, кельи монашеские, он зашел в одну келью, там сидел монах. Монах предложил ему откушать. Хлеб там лежал и репа. Значит, царь сел, монах стал искать ножичку, чтобы почистить репу, а царь сказал, не надо, я и так могу по-солдатски. Я привык к такой жизни, к походной, к спартанской. Значит, в это время на Петербург обрушилось одно бедствие, наводнение. Нева разлилась. Было много погибших. И царь, значит, вместе с другими на лодке передвигался от одной кружки к другой, спасал людей. И вообще, вот вид всего этого бедствия тоже очень сильный. Отразилось на его самочувствии. Тут война была такая тяжелая, потом вдруг наводнение, всякие заговоры, донесения о заговорах. Многие царедворцы стали очень сильно оказывать на него давление, чтобы он сворачивал реформы. Особенно в этом усердствовал Аракчеев, генерал Аракчеев. Помните из истории, что был такой термин «Аракчеевщина». Когда Аракчеев получил очень много полномочий, много прав, он давил на царя в том направлении, что реформы для России – это дело ненужное, неподходящее. Русский народ не готов, для него там нужна только плетка, нагайка, насилие. Никакой демократии там не надо внедрять. Не только Аракчеев, но и другие, что очень сильно стали противодействовать. У царя созревает решение отправиться в Таганрог. Туда должна была ехать его супруга Елизавета на излечение для поправки здоровья. Ну и он решил туда тоже разным военным делам, государственным отправиться. Он вообще часто путешествовал по всей России. Не только в Европе он часто был, но и в российских городах. В 1824 году он решил выехать из Петербурга в Таганрог. Он был готов к экипаж, сопровождение. Перед тем, как покинуть Петербург, царь по обыкновению пришел на богослужение в Александр-Невскую лавру. После богослужения он зашел в келью к одному монаху. Может, раньше они были знакомы. Но в келью он попал в первый раз. Когда вошел туда, нужно было очень низко пригнуться, потому что потолочек низкий. И очень тесная была келья-то. Он у монаха сразу спросил, а где же ты спишь-то? Здесь так тесно. Монах кулачком толкнул в стеночку. Там еще одна дверца открылась. И еще малюсенькое такое помещение. А на полу этого помещения стоял открытый гроб. Открытый гроб. Монах показал на гроб и сказал, вот моя постель и всех. Это моя постель и всех. С намеком помню, часть смертной помню, что жизнь очень быстротечная. Александр попросил его, чтобы он за него молился. За него, за жену, за страну. Ну и когда отъезжал от Петербурга, так долго-долго смотрел на шпиль адмиралтейства. Как будто прощался уже навсегда с дворцом зимним, с северной столицы. И когда он оказался в Таганроге, то он начал делать наезды в разные окрестные места. Там в Керчь, в Феодосию, где стояли гарнизоны войск. И во время таких вот передвижений он вдруг заболел неожиданно. У него возникло рожистое воспаление ноги. И это было связано, наверное, с очень сильной простудой. Потому что когда он возвращался в Таганрог, была очень плохая промозглая погода, холодная. Дождь со снегом шел, одежда была очень легкая. Он ехал верхом на лошади, быстрым темпом. Значит, тот очень сильно рад рог. По приезду в Таганрог самочувствие стало ухудшаться. Температура еще резко поднималась. Врачей там созывали. Болезнь прогрессировала. И он скончался в ноябре. 19 ноября 1827 года. Сколько лет ему было? По-моему, в 1948. В Таганроге, да? Да, в Таганроге. Я был в Ростове, в библейской школе. Там были студенты из Таганрога. Я у них спрашивал, нет ли каких-нибудь памятных знаков, связанных с Александром I. Они мне принесли некоторые материалы. Фотографии этого дома, где жил Александр с семьей. Дом такой очень простой. Дома нынешних новых русских. Намного... Сейчас мы скажем об этом. Были... Они намного великолепнее, чем вот тот домик, где царь портировал. Этот дом больше похож на конюшню. Одноэтажный такой, длинный, с маленькими оконцами. Памятник там сейчас ему опять воссоздали. Памятник Александру I. Так вот, сразу после смерти Александра в Таганроге зародилась молва такая. Пошел слух по всей Руси о том, что якобы Александр не умер, а ушел в народ под видом странника Федора Кузьмича. И странствует он по российским городам и селениям. Что, мол, умер там кто-то другой. Это или солдат был, или еще кто-то. Вот раненый там солдат похоронили. Но царь на самом деле жив. И вот этот слух, он зародился не на пустом месте, конечно. Еще при жизни Александр часто высказывал чаяния своей души. Как бы ему хотелось снять с себя корону царскую, сбросить с себя это бремя и жить как простые крестьяне. Как бы, мол, я хотел, чтобы вот жили мы где-то в деревне, чтобы жена моя доила коров, приносила молоко. Ее вот жизнь у нас был такой вот простой, крестьянский. Такие высказывания часто из уст его исходили. И, конечно, сразу потом вот это стали вспоминать, циркулировать, распространять. Кроме того, где-то в 60-е годы в Сибири, в районе Красноуральска города, появился некий таинственный странник. Он переходил из села в село, устраивал духовное собеседование, но о себе так мало рассказывал, о своей биографии, о своей жизни. Но люди заметили вот такие черты необыкновенные, что этот странник отлично говорил на всех европейских языках. И, что самое интересное и подозрительное, странник этот очень хорошо разбирался, очень хорошо помнил стратегию и тактику войны 1812 года. Расположение войск, конницы, артиллерии и так далее. Все эти детали мог воспроизводить. Ну и тут возникло подозрение. Может, это и есть царь Александр I. Сейчас он странствует. Сведения такого рода, конечно, передавались из уст пуста. Некоторые даже пытались писать исследования целые по данной теме. Федор Кузьмич, царь Александр I. Но, по всей вероятности, это все-таки легенда. Это предание. Потому что есть документы, там осмотр тела умершего, протоколы есть, подписанные врачами. И много было лиц, которые были свидетелями смерти Александра I. в захоронении его в Петропавловской крепости. Все это было свидетельствовано, задокументировано. Что здесь возникает протворечия. Потом есть еще один такой аргумент, что царь не мог просто так уйти, покинуть свой монарший престол и как бы незаметно скрыться. Он должен был обязательно передать власть кому-то. Должа быть передача власти, передача полномочий. Ну, если он такой несвообразный человек, он мог просто неслышать на силу для возраста. Ну, это было бы таким, можно сказать, безответственным шагом со стороны царя. Есть еще одни такие фактологические документы, что еще при жизни царь готовил, как сейчас говорят, процедуру передачи власти. В его личных архивах обнаружили бумаги, где он писал завещание и предлагал, вот таким образом можно передать власть кому-то другому. Но он не имел в виду, чтобы после смерти передавали, что у него был, наверное, такой проект, были такие помыслы, чтобы при жизни передать власть другому человеку. Он заготавливал документы, заготавливал бумаги. Что он хотел это сделать на законном основании, легитимно, как сейчас говорят, на основе Конституции. Тут еще аргумент. У него же была жена, она же куда-то делать, когда он ушел, допустим. Да, вот еще один свидетель. Жена. Если бы он поделал, она бы ушла с ним, допустим, они любили друг друга. Да. Жена же была с ним до самой кончины, Елизавета. Что бы ответили. Ее показания, да. Она была тоже в Таганроге и потом еще несколько лет она была жива, могла, как говорится, засвидетельствовать как первоисточник о факте и его кончины. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!